Наша Вселенная Это открытие коренным образом изменило наше представление о космосе и нашем месте в нем. Далекие галактики удаляются от нас с огромной скоростью. Что еще более удивительно, это расширение ускоряется. Это означает, что галактики не просто движутся друг от друга, они делают это с всевозрастающей скоростью. Это открытие стало настоящим потрясением для научного сообщества. Оно поставило под сомнение давние убеждения и открыло новые пути для исследований. Какая же невидимая сила может управлять этим космическим ускорением? Ученые дали этой загадочной силе имя «Темная энергия». Предполагается, что эта таинственная энергия пронизывает все пространства, отталкивая галактики друг от друга. Она составляет подавляющее большинство энергетического содержания Вселенной. По оценкам «Темная энергия» составляет около 60,7% всей энергии во Вселенной. Ее природа остается одной из самых больших загадок современной физики. Несмотря на ее значительное присутствие, мы очень мало знаем о том, что такое «Темная энергия» на самом деле и как она работает. Понимание «Темной энергии» имеет решающее значение для разгадки судьбы космоса. Будет ли Вселенная расширяться вечно или в конечном итоге снова сожмется? Ответы кроются в изучении «Темной энергии». Мы находимся в поисках понимания этой неуловимой силы. Ученые всего мира неустанно работают, используя передовые технологии и инновационные методы, чтобы проникнуть в тайны «Темной энергии». Мы должны исследовать новые теории и разрабатывать оригинальные эксперименты. Только благодаря непрерывным исследованиям и творческому мышлению мы можем надеяться раскрыть секреты «Темной энергии». Поиски «Темной энергии» — это путешествие в неизвестность. Это путешествие, которое обещает изменить наше понимание Вселенной и нашего места в ней. Приключение продолжается, поскольку мы стремимся раскрыть истинные тайны космоса. Среди множества претендентов на роль «Темной энергии» особо интригующий класс теорий связан с гипотетической частицей, называемой симметроном. Эта частица захватила воображение физиков всего мира благодаря своим уникальным свойствам и потенциалу решить одну из величайших загадок космологии. Симметрон — это скалярное поле, подобное полю Хиггса, которое наделяет частицы массой. Скалярные поля играют фундаментальную роль в физике, представляя величины, имеющие значение, но не имеющие направление, и они играют решающую роль в различных теоретических моделях. Однако, в отличие от поля Хиггса, симметрон очень слабо взаимодействует с обычной материей, что делает его чрезвычайно трудным для обнаружения. Это слабое взаимодействие является одновременной проблемой и ключом к разгадке, поскольку оно предполагает, что симметроны могут быть широко распространены, но при этом неуловимы. Считается, что симметроны ведут себя по-разному в областях с высокой и низкой плотностью материи. В областях с высокой плотностью материи их влияние минимально, но в областях с низкой плотностью они могут оказывать значительное воздействие. В средах с высокой плотностью, таких как наша планета, они эффективно экранируются, что делает их влияние на гравитацию незначительным. Этот эффект экранирования – увлекательный аспект теории симметронов, поскольку он позволяет им оставаться скрытыми у всех на виду. Однако в бескрайней пустоте космоса симметроны могут оказывать свое влияние, ускоряя расширение Вселенной. Этот потенциал для управления космическим ускорением делает их главными кандидатами на роль темной энергии. Поиск симметронов – сложная задача, требующая инструментов исключительной чувствительности. Ученые разрабатывают новые технологии и методы для обнаружения этих неуловимых частиц, расширяя границы экспериментальной физики. Но если бы мы смогли их обнаружить, это произвело бы революцию в нашем понимании гравитации, темной энергии и самой Вселенной. Открытие симметронов не только подтвердило бы существование новой частицы, но и открыло бы новые направления исследований, потенциально приводя к прорывам в нашем понимании космоса. Чтобы обнаружить неуловимое поле симметрона, ученые обратились к передовой области оптомеханики, увлекательной области исследований, которая объединяет области оптики и механики. Эта область сочетает в себе точность оптики, которая занимается поведением и свойствами света, с чувствительностью механических систем, которые реагируют на малейшие силы. В основе нашего эксперимента лежит крошечная сфера из плавленого кварца диаметром в миллионную долю метра, левитирующая в оптическом резонаторе. Эта миниатюрная сфера имеет решающее значение для наших измерений. Этот резонатор, образованный двумя высокоотражающими зеркалами, захватывает свет, создавая резонансную среду, где свет отражается туда-сюда, усиливая взаимодействие с наносферой. Наносфера, подвешенная в этом резонансном поле, действует как крошечный маятник, свободно колеблющийся взад и вперед. Ее движение невероятно тонкое и точное. Она исключительно чувствительна к внешним силам, способна обнаруживать даже малейшие возмущения в окружающей среде. Малейшее воздействие на наносферу изменит ее движение, предоставляя нам ценные данные. И, внимательно следя за колебаниями наносферы, мы можем искать характерный признак поля симметрона, потенциально открывая новое понимание в области физики. Ключ к обнаружению симметрона лежит в сложном взаимодействии света и материи внутри оптического резонатора. Когда лазерный свет попадает в резонатор, он отражается между зеркалами, создавая стоячую волну света. Эта стоячая волна взаимодействует с левитирующей наносферой. Наносфера, действуя как крошечное зеркало, рассеивает свет. Это рассеяние создает силу, которая влияет на движение наносферы. Точно контролируя свойства света, мы можем манипулировать колебаниями наносферы и измерять их с замечательной точностью. Это взаимодействие света и материи составляет основу нашего эксперимента, позволяя нам исследовать движение наносферы с исключительной точностью. Шепот симметрона – обнаружение силы. Если поле симметрона существует, оно будет оказывать крошечную силу на наносферу. Эта сила, хотя и невероятно слабая, немного сместит частоту колебаний наносферы. Наша задача – обнаружить это мизерное смещение частоты среди моря шумов и фоновых сигналов. Для этого мы используем метод, называемый гаммодинным детектированием. Мы разделяем лазерный луч на две части. Одна часть взаимодействует с наносферой в резонаторе, другая часть действует как опорный луч. Тщательно сравнивая частоты этих двух лучей, мы можем выделить крошечный сдвиг частоты, вызванный силой симметрона. Точность измерения, расширяя границы. Наш эксперимент зависит от нашей способности измерять колебания наносферы с необычайной точностью. Сдвиги частоты, которые мы ищем, невероятно малы. Чтобы проводить такие точные измерения, нам нужно минимизировать все источники шума и нестабильности в нашем эксперименте. Для этого требуются самые современные лазеры с исключительной стабильностью частоты, сверхвысоковакуумные камеры для устранения рассеянных молекул газа и сложные системы виброизоляции для защиты эксперимента от внешних возмущений. Каждый компонент эксперимента тщательно спроектирован, чтобы расширить границы точных измерений. Разоблачение симметрона – ограничение эксперимента. Анализируя данные нашего эксперимента, мы можем установить ограничения на свойства поля симметрона. Мы можем определить диапазон масс и констант связи, которые согласуются с нашими наблюдениями. Даже если мы не обнаружим непосредственно сигнал симметрона, наш эксперимент предоставит ценную информацию. Наши результаты могут помочь исключить определенные модели симметронов и направить будущие поиски этой неуловимой частицы. Расширяя пределы чувствительности, мы сужаем круг возможностей и приближаемся к разгадке тайны темной энергии. Наш эксперимент – свидетельство силы человеческой изобретательности и нашего неустанного стремления к знаниям. За горизонтом, последствия и будущее направление. Поиск симметронов – лишь один из аспектов продолжающихся поисков понимания темной энергии. По мере того, как мы продолжаем совершенствовать наши эксперименты и разрабатывать новые технологии, мы можем ожидать больше сюрпризов и прорывов в ближайшие годы. Понимание, полученное в результате этих экспериментов, не только углубит наше понимание космоса, но также может привести к новой физике, выходящей за рамки нашего нынешнего понимания. Стремление понять темную энергию – это путешествие в неизвестность, которое может революционизировать наш взгляд на Вселенную. Будущее космологии полно возможностей. Заключение. Новый взгляд на космос. Ускоряющееся расширение Вселенной – одна из самых глубоких загадок современной науки. Поиск объяснений привел нас к исследованию новых областей физики и разработке все более изобретательных экспериментов. Стремление понять темную энергию – свидетельство силы человеческого любопытства и нашей ненасытной жажды знаний. Благодаря таким экспериментам, как наш, мы заглядываем в сердце этой космической загадки. Каждый новый фрагмент данных, каждое достижение в области технологий приближает нас к разгадке тайн Вселенной и нашего места в ней. Продолжение следует...